МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационные итоги этой среды готовы подвести корреспонденты ОРТ. Я Максим Самойлов. В эфире новости дня. Здравствуйте. Вот лишь некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще один пациент скончался от коронавируса. Больше трех недель он был подключен к аппарату ИВЛ. Подозреваются в халатности. Возбуждено уголовное дело при реализации национальных проектов. Примировал сам себя. В Туцком районе экс-чиновник незаконно выписывал себе вознаграждение. Жертва бездомных собак, домашнего питомца, чуть не разорвали животные прямо на глазах у детей. Благодарность за бдительность. Арчанка помогла полицейским поймать преступников. 27 мая, день смелых решений. Оренбургцы рассказали корреспондентам ОРТ о поступках, которыми гордятся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начинаем с предупреждения от регионального МЧС. Завтра в Оренбурге ожидается максимальная температура воздуха плюс 33 градуса. В центральных и восточных районах возможна гроза. Будьте осторожны. А мы продолжаем. И сейчас о ситуации с коронавирусом в регионе. Скончался седьмой пациент с диагнозом COVID-19. Это мужчина из Акбулака. Больше трех недель он находился на искусственной вентиляции легких. Министр здравоохранения региона рассказала, что пациент поступил в больницу 30 апреля. Врачи сразу оценили его состояние как тяжелое. С 3 мая мужчина был подключен к аппарату ИВЛ. Медики диагностировали тотальную пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Оренбургские специалисты несколько раз консультировались по поводу терапии с федеральным центром. Несмотря на это, спасти его не удалось. Этот летальный случай стал седьмым для Оренбургской области. На данный момент в регионе еще 20 человек находятся в реанимации с диагнозом COVID-19. Пятеро не могут самостоятельно дышать. За последние сутки зарегистрировано 44 новых предварительных больных. 10 из них выявлены на въезде в регион. Общее число инфицированных – 1899 человек. Больше тысячи из них выписаны из больниц. За сутки инфекцию удалось победить еще 70 пациентам. Отдельный обсерватор для сотрудников Орскнефти Оргсинтеза создаваться не будет. Об этом сегодня заявили в администрации Орска. Напомним, на предприятии зафиксирован очаг заболевания COVID-19. Вспышка инфекции произошла в управлении завода Орскнефти Оргсинтез. По последним данным, 18 сотрудников предприятия оказались в больнице с подозрением на пневмонию. Еще у 12 человек есть признаки респираторной инфекции. Некоторые из них уже получили предварительно положительные тесты на COVID-19. Все специалисты подразделения, где выявлены заболевшие, отправлены на карантин. Это больше 300 человек. Региональный оперативный штаб рассматривал возможность помещения всех предполагаемых инфицированных в обсерватор. 27 мая принято окончательное решение. Все сотрудники завода и члены их семей останутся дома. При этом за ними будет организован контроль по месту жительства. Мы должны держать руку на пульсе. Поэтому важнейший момент сейчас обеспечить контроль на дому. Служба безопасности завода организовала 6 бригад, которые будут контролировать соблюдение режима. Также будут работать врачи, задача которых – следить за состоянием здоровья отправленных на самоизоляцию работников предприятия и их семей. В пресс-службе предприятия ситуацию по-прежнему не комментируют. Напомним, редакцией ОРТ в их адрес был направлен официальный запрос. К другим новостям. Уголовное дело по нацпроектам. Прокуратура города Оренбурга подозревает чиновников халатности. Речь идет об исполнении проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги в Оренбурге». Федеральному бюджету нанесен многомиллионный ущерб. Муниципальный контракт заключен осенью 2019 года. Заказчик – Центр организации дорожного движения города Оренбурга. Исполнитель – самарская компания «СК «Оусорсинг». Предмет соглашения – установка на дорогах областного центра специальных ограничительных конструкций. Они должны были препятствовать переходу улиц в неположенном месте. Стоимость договора – свыше 8 миллионов рублей. Как показала проверка, ограждения, установленные в городе Оренбурге по результатам исполнения этого муниципального контракта, установлены были в первую очередь в нарушении требований ГОСТ, поскольку ряд мест, в которых они были установлены, не требовали этого. И кроме этого, ограждения, установленные, они имели технические повреждения. Также эксперты установили, что ограждения изначально изготавливались не по технологии. К тому же, установка металлических конструкций производилась зимой. Проспект Победы, улица Терешковой, Богдана Хмельницкого, Солмышская. В списке около 20 объектов. Перекресток проспекта Победы и улицы Шевченко. Именно здесь прокуратура требует установить те самые ограждения. Но предписание было выполнено ненадлежащим образом. И это повлекло за собой трагические последствия. В декабре здесь погиб пешеход. Авария произошла около часа ночи. Молодой человек переходил дорогу по ходу движения автомобиля. Ограждение не позволило бы пешеходу выйти на опасный перекресток, считают в прокуратуре. Федеральному бюджету нанесен ущерб 3 миллиона рублей. Материалы прокурорской проверки переданы следователям. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Круг лиц, которым предстоит дать процессуальную оценку правоохранителям, известен. Обвинение пока никому не передавлено. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводят следственные действия, в том числе обысковые мероприятия. В рамках данных обысков изымались документы контрактные относительно выполнения данных работ по установке ограждения. Будет ли переквалифицировано уголовное дело? Каким будет наказание? И кто понесет ответственность? Пока же следствие. Расследование уголовного дела продолжается. Мы будем следить за развитием событий. Ольга Энгельс, Семен Воробьев. Новости дня. Премия самому себе. В Тотском районе глава Зареченского сельсовета 10 раз награждал себя премиями за выполнение особо важных и сложных заданий. Экс-чиновникам заинтересовались сотрудники надзорного ведомства. Таким образом, руководитель Зареченского сельсовета получил 337 тысяч рублей. Прокуратура Тотского района посчитала, что данные действия были незаконными, так как назначение стимулирующих выплат должно было проходить только после согласования с Советом депутатов сельсовета. А это сделано не было. Тотский районный суд требования прокурора удовлетворил. Однако, несогласный с решением экс-глава подал апелляционную жалобу. И Оренбургский областной суд встал на его сторону. Дело дошло до Верховного суда. Апелляционное определение Оренбургского областного суда было отменено. Как отдельно подчеркнул Верховный суд, выплата главой сельсоветов себе премий на основании своих собственных же распоряжений является коррупционным правонарушением. Полученный незаконным путем деньги бывший руководитель Зареченского сельсовета должен вернуть в полном объеме. В настоящее время прокуратура поставила на контроль вопрос исполнения судебных постановлений. И сейчас о нашумевшей теме с невыплатой заработной платы коммунальщикам в поселке экспериментальнее, что в Оренбургском районе. Люди, не получая зарплату несколько месяцев, написали заявление о коллективном увольнении. После того, как сюжет вышел в эфире телеканала ОРТ, в надзорном ведомстве решили взять ситуацию на контроль. Сегодня представители прокуратуры встретились со всеми сторонами конфликта. Встреча прошла в стенах администрации сельсовета. Длилась она порядка двух часов. Корреспонденты ОРТ работали на месте. Сейчас материал готовится к эфиру. Все подробности в ближайших выпусках новостей не пропустите. В эфире новости дня. Далее в программе вы узнаете. Жертва бездомных собак. Домашнего питомца чуть не разорвали животные прямо на глазах у детей. Благодарность за бдительность. Арчанка помогла полицейским поймать преступников. Мы продолжаем и переходим к новостям экономики. По данным экспертов интернет-сервисов, в мае стоимость одного квадратного метра жилья в России увеличилась более чем на 2%. При этом это весной Росстат фиксирует уменьшение ввода жилых домов больше чем на треть. Сообщается на аналитическом портале по продаже и аренде недвижимости. В мае рост стоимости квадратного метра на рынке новостройок России зафиксирован в 62 городах с населением более чем 300 тысяч человек. Среди российский квадратный метр стал стоить 62 400 рублей, что на более чем 2% дороже, чем в апреле текущего года, отмечают эксперты. Согласно исследованию, в тройку лидеров по динамике роста вошли Москва. Рост 4%, 230 тысяч рублей за квадратный метр. В Сочи рост 4%, 137 тысяч и Санкт-Петербург, где стоимость одного квадратного метра увеличилась на 3% и составила 135 тысяч рублей. В Оренбурге квадратный метр в новостройках за май месяц вырос в цене меньше чем на полпроцента и стал стоить 52 тысячи рублей. Стабильность на валютных торгах оказывает влияние и на рынок недвижимости. Актуальный курс основных валют от Центробанка России вы можете видеть на своих экранах. Бродячая собака чуть не разорвала домашнего пса на глазах у детей. Свидетелями страшной картины оказались жители улицы Тамарова, что в областном центре. Инцидент произошел вечером, когда во дворе было многолюдно. Почему до сих пор ответственные лица не отреагировали на случившееся и каковы последствия такого соседства? Подробности в нашем следующем сюжете. Белая собака подхватила ее и начала мотылять в разные стороны. Рваные раны, сразу несколько наложенных швов и последующие дорогостоящие лечения. Так закончилась встреча маленькой Шерри с большой бездомной собакой. Инцидент произошел вечером 15 мая, когда семья Лебедевых решила погулять во дворе. Напали на нас три собаки большие. У нас во дворе они с прошлой зимы. Получается, сначала прикормили одну большую собаку, и в течение года еще две присоединились к ней. У меня также морально ребенок пострадал в этот день. Ей год и семь, и мне очень тяжело ее было укладывать спать. Она ложилась со словами «собаки большие, собаки плохие», «собаки укусили». И этот случай не единичный, признаются местные жители. Бездомные собаки гоняются за автомобилями, велосипедистами. А после этого происшествия оренбуржцы начали опасаться за своих детей. Ведь четвероногие облюбовали и детскую площадку. Здесь у нас является проблемой, потому что здесь у нас дети. И дети, особенно если они едут на велосипеде, то собака за ними бежит. Пока, ну, раздирали маленьких у нас щенков. А дети пока ждем. Местные жители провели свое расследование. Выяснилось, что собак подкармливает их же сосед. На просьбу увезти со двора этих четвероногих каждый раз отвечает отказом. По его мнению, они добрые и никому вред принести не могут. Чтобы бездомные обрели хоть какое-то пристанище, неравнодушный местный житель соорудил им будку. Видно, что она сделана из подручных материалов, но очень крепкая. Правда, как признаются оренбуржцы, в своем доме четвероногие бывают крайне редко. Чтобы навести порядок, оренбуржцы не раз обращались и в правоохранительные органы, и в администрацию города. Но пока ответа нет. В мэрии объясняют, слишком много собак в областном центре, нужно подождать. Но сколько, чиновники сказать не могут. На протяжении нескольких месяцев они пытаются найти исполнителя. Ту самую организацию, которая бы в соответствии с законом выполнила все мероприятия по обращению с безнадзорными животными. В настоящий момент организовано торгово-закупочное мероприятие по определению исполнителя работ на оказание услуг именно по отлову животных без сопровождающих лиц. К сожалению, конкурсная процедура откладывается уже в третий раз из-за отсутствия желающих участников поучаствовать в данном аукционе. В пятницу мы организуем повторное размещение и надеемся, что ситуация изменится. Почему никто не хочет заниматься отловом собак? Готовы ли оренбургские приюты к содержанию четвероногих? И самое главное, сколько еще оренбургцам мириться с опасным соседством? Подробнее об этом и не только смотрите в воскресенье 31 мая в программе «Итоги недели». Анонимых Константин Воробьев, Новости дня. Если и вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, корреспонденты ОРТ готовы помочь. На нашем телеканале работает круглосуточный телефон горячей линии. О своей проблеме можно сообщать по номеру 8 800 257 00. Напоминаем, звонок бесплатный. И вновь к ситуации на востоке региона. Коронавирус спас Орский завод синтез спирта от банкротства. Однако предприятие вновь сложной экономической ситуации. Один из двух заводов по производству изопропилового спирта в России ищет пути решения по поставке сырья. С сентября 2019 года Орский завод синтетического спирта признают банкротом. Но ситуация с коронавирусной инфекцией открывает второе дыхание на производстве. Завод получает внушительные заказы. Изопропиловый спирт – основа для изготовления антисептика, которую выпускает предприятие. В условиях пандемии коронавируса оказался востребован. Завод работает в полную мощность. Грузовики разводят тысячи заказов не только по всей области, но и стране. На предприятии рассчитывают, что кризис преодолен. Есть возможность погасить двухмиллиардный долг и не дать обанкротиться производству. Мы хотели перейти и начать самостоятельную работу для того, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. А это мешает сделать заключенный договор процессинга. Он означает, что на предприятии перерабатывают сырье и отдают готовую продукцию. И самое главное, завод свою работу выполняет, но получает деньги только за переработку. А их хватает лишь на выдачу зарплат сотрудникам. При этом главный инженер признается, если бы договор не был заключен, то завод бы прекратил свою работу еще в декабре. Есть проблемы на рынке, есть проблемы с поставками сырья. Неоднократно обращались нефтяные компании производителей сырья. Но в связи с тем, что у нас сложные процедуры банкротства, конкурсное управление, многие отказываются поставлять сырье. Мы над этим вопросом работаем и ищем альтернативу. Руководство завода поясняет, пока предприятие работает на полную мощность. Там трудится 560 человек. Но продолжит ли оно существовать после пандемии и как скоро решится вопрос с поставщиком сырья, пока неизвестно. Анастасия Синченкова, Анастасия Кубатко, Маргарита Шкарабурова и Николай Баранников. Новости дня. Теперь к криминальным новостям. Силовики прокомментировали крупное задержание в Оренбурге. Пятерых местных жителей обвиняют в убийстве шести человек, в том числе одного ребенка. Резонансные преступления произошли в разные годы. И до этого моменты оставались нераскрытыми. Группа молодых людей подозревает в причастности к трем убийствам. Первое из них произошло в январе 2018 года. Тогда неизвестные напали на 35-летнего бизнесмена и его малолетнего сына. Оба пострадавших погибли от многочисленных ножевых ранений. Второе преступление, которое вменяют налетчикам, совершено в мае 2019-го. Тогда в поселке Ростыши был убит директор коммерческой организации, его супруга и водитель. Следствие полагает, что среди жертв задержанных и еще один предприниматель. Его тело обнаружено 12 мая этого года в частном доме дачного поселка. Силовики отметили, что работа по раскрытию данных преступлений проходила непрерывно. Отрабатывались все возможные версии их совершения. Устанавливались контакты потерпевших. Были опрошены тысячи человек. По данным силовиков, трое подозреваемых задержаны в Оренбурге. Еще двое были доставлены оперативниками из Новосергиевского района. Фигурантам уголовного дела от 24 до 29 лет. Следователи Следственного комитета России совместно с сотрудниками полиции продолжают активную работу по установлению роли каждого из фигурантов в совершенных преступлениях, а также их возможных соучастников. Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Сейчас все задержанные находятся под стражей. Двое участников банды дали признательные показания. Продлили содержание под стражей. Ленинский районный суд отправил президента областной федерации ММА Виктора Федорова в СИЗО до 28 июня. Напомню, что трех подозреваемых в краже углеводородного сырья задержали в марте этого года. Злоумышленники организовали несколько незаконных врезок в нефтепровод, забирали оттуда сырье и переправляли на нелегальный перерабатывающий мини-завод. После чего топливо отправлялось потребителям. Предварительно установлено, что энергетические компании заявили об ущербе около 300 миллионов рублей. Решили нажиться на пенсионерке. Двое жителей Орска пытались похитить 400 тысяч рублей. Но фото с телефона Орчанки помогло в кратчайшие сроки поймать и задержать злоумышленников. Бдительная девушка заметила подозрительный автомобиль еще рано утром. На протяжении всего дня водитель не покидал машину. При этом госномер имел цифры другого региона. Спустя некоторое время я вызвала такси, мне нужно было поехать по делам. И как раз когда мы выехали, то машина тоже начала отъезжать. И в этот момент, чтобы запомнить номер машины, я сфотографировала, достала телефон, сфотографировала ее и просто оставила себе эту фотографию, так как она показалась мне подозрительной. На следующий день уже пришел участковый, он начал задавать вопросы. Я, правда, не сразу вспомнила про эту фотографию, через какое-то время. После участковым была составлена ориентировка. Автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, остановили во Владимирской области на посту ДПС. 25-летних подозреваемых доставили в Орск для допроса. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что жительница города Орска заказала услугу по обслуживанию системы очистки воды, которая была установлена ей в 2019 году. Для обслуживания данной системы к ней в квартиру прибыли двое ранее незнакомых ей мужчин, которые произвели систему очистки воды в порядок. Она заплатила им заказанную услугу, после чего они ушли из квартиры, и она обнаружила пропажу денег. Оба злоумышленника осознались в саде, и нам деньги потратить не успели. Они изъяты полиции и переданы хозяйке. Теперь мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. А поступок жительницы Орска не остался незамеченным. От всех полицейских ей объявили благодарность. Анастасия Кубатко, Дарья Костина, Виктор Литовский. Новости дня. 27 мая в мире отмечается День смелых решений. В этот день предлагается совершить хотя бы один смелый поступок. При этом потратить на раздумие нужно не более 10 секунд. Какие решения принимали в своей жизни оренбуржцы, узнали наши корреспонденты на улицах города. Самое смелое решение – оформить ипотеку и расплатиться. Своим сыном родителям. Переезд в другую страну. Меняется круг общения совершенно, наверное. И сложность найти именно тех людей, с которыми будут себя по пути. Смелое решение – это учеба была. Учеба потом, на работу строить и выйти замуж. Выйти на улицу, прогуляться, хорошим воздухом подышать. Вот мое самое смелое решение. Оно у меня родилось в 40 лет. Поступила в мед. Ну, потому что там очень сложно учиться, на мой взгляд. И это было решающее решение в моей жизни. Когда я в Чехословакии канитель была, остановились там, было. Ну, я раз, голову на руль, открываю, смотрю, цыган, у солдата автомат отнимает. Ничего себе это, капот будет этому парню. Подошел, говорю, что такое? Говорю, автомат отбирает. Я говорю, тебе нужен автомат? Да, говорит, нужен. Говорю, зачем? Буду стрелять всех подряд. Кого? Его или меня? Нет, говорит, Чехов, Словаков. Говорю, нет, оставим его автомат, иди погулять. Ну, и все дела, что там. Сложное, но я одна уехала покорять Москву. Покорила. О спорте. Футбольный клуб «Оренбург» возобновляет тренировочный процесс. После долгой паузы занятий команды проходят на стадионе «Газовик» в поселке Ростыши. Подробности в материале Вячеслава Кампе. Команда приступает к подготовке возобновления чемпионата. В расположение Оренбурга возвращаются легионеры. К клубу уже присоединились Даниэль Мишкич, Рикарду Алвиш и Урош Радакович. Игроки сдают тесты на коронавирус и отправляются на двухнедельную самоизоляцию. Часть иностранцев все еще остается за границей. Вопрос с доставкой решен. Ребята через Белоруссию возвращаются в Россию. Поэтому со дня на день мы ждем, когда они к нам присоединятся. Игроки с отрицательными результатами теста уже тренируются. Сам процесс проходит на домашней арене Оренбурга в поселке Ростыши. Задача тренерского штаба – подвести футболистов к первому матчу после перерыва в оптимальной форме. Однако на первом месте, рассказывают в клубе, все же меры безопасности. Мы внесем очень существенные коррективы по многим направлениям в плане формирования команды, организации, тренировочного процесса. Все будет проанализировано и коррективы будут носиться существенные. Напомним, первая игра после перерыва у нашей команды намечена на 21 июня. Оренбургу предстоит сыграть с московским локомотивом. Вячеслав Камп и Владимир Зволинский. Новости дня. И в завершении информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ Оренбургским производственным отделением 28 мая с 9 до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии в Оренбурге. Внимание, адреса сейчас на вашем экране. Также 28 мая с 10 до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии в поселках Нижняя Павловка и Всходы. Компания приносит извинения жителям за временные неудобства. Подробную информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98 48 48. На этом наш выпуск завершен. Вернуться к обзору событий можно на официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До свидания. Продолжение следует...